Добрый вечер! Хотя, смотря для кого он добрый, для кого-то он недобрый, такие уж времена сейчас. Не для всех эти вечера бывают добрыми. Ну, перед тем, как начать сегодняшнюю тему, по названию выпуска, я думаю, вы догадались, о чем пойдет речь, и представить нашего сегодняшнего гостя, я хочу напомнить снова вам о календаре вокруг Света Армянского, который вышел на 23-й год. У него есть свои почитатели, и на протяжении пяти лет, значит, эти календари приобретаются. Вы можете зайти по ссылочке, ссылочка под этим выпуском, познакомиться, что это за календарь, и если захотите приобрести для себя, для своих близких, аккурат в новогодние и предстоящие праздники. Ну, в принципе, это всегда актуально, его можно приобрести и без новогодних праздников, и будет украшать вашу стену, и заодно когнитивные знания для вас, для моих зрителей. Это по поводу нашей водной части. Значит, по поводу происходящего. Вы знаете, я вот видел фотографии, тут вот мне прислали одну любопытную фотографию, я вам ее сейчас показываю. Стоит вот какой-то азербайджанский эколог со спущенными штанами, или что у него там, я не знаю, показывают вот этот знак Боскорта российским миротворцам. Ну, эколог как эколог, главное, что это азербайджанский. Вы знаете, я на него посмотрел и вспомнил почему-то Мимино. Помните, профессора Хачикяна, который эндокринолог, оказался водитель. Ну, этот, конечно, сдает даже профессору Хачикяну и тому водителю. Но даже не это я вспомнил. Я вспомнил другую картинку, достаточно такую историческую, вот этой вот картинке почти уже сто лет. Обратите внимание на русского солдата и этого турка. Ничего вам не напоминает? Вот, мне кажется, как раз-таки вот этого современного азербайджанского эколога и напомнила эта картинка. А вообще, эти экологи почему-то вели меня в воспоминания времен гамшари. Ну, азербайджанцы знают, кто такие гамшари. В Баку говорили о них амшара, ну, это если с русским акцентом таким, да. До середины 20-го века там почти каждый второй был гамшари. И Баку делился на армян, русских, евреев и гамшари. И вот этот один из них из первой половины 20-го века. Это я вам говорю уже современным людям 21-го века, как выглядело население Баку первой половины 20-го века, те, которые не застали. Я тоже, конечно, не застал, но я видел это из фотографии и слышал в конце 20-го века, пока я жил в этом городе, который превратили в невесть что. Ну, а сейчас я хочу как раз-таки поговорить на эту тему, что это за экологи такие любопытные, что там вообще происходит. Потому что основное население армян, численность армян, это все-таки те, что проживают за пределами Армении, Арцаха. То есть большая численность армян за рубежом находится и только по слухам воспринимает какую-то информацию. А учитывая, что в России огромная диаспора армян, и при этом российское телевидение молчит, в принципе, все СМИ практически молчит и не говорит о происходящем, то я думаю, что армянская диаспора России должна узнать из первых уст, что там происходит. И я представляю вам сегодняшнего нашего гостя. Это бывший губернатор Сюнигской области, руководитель партии «Возрождающая Армения» Багай Акапян. Здравствуйте, Багай Альберт Ильич. Здравствуйте, Катя Акапян. Да, ну давайте расскажем, наверное, нашим зрителям, что за вчерашний день, что за сегодняшний день там случилось, что там вообще происходит. Сначала вот таких в общих чертах. Я имею в виду в Лачинском коридоре или в Бердзорском, по Бердзорской дороге? Лачинский коридор, значит, это коридор, который связывает республику Арцах с Арменией, и где расположены сейчас мироточеские силы Российской Федерации. Весь сыр-бор начался где-то неделю назад, где первые попытки вот так называемых, да, экологов перекрыть трассу, и им удалось это на два часа сделать. Ну, надо отметить прежде всего, что это такие же экологи, как мы скорее назовем Дензела Вашингтона, белоснежкой, чем их экологами. Вот, и российским миротворцам удалось в течение двух часов освободить дорогу. Но вторая попытка уже более организованная, более такая масштабная. Сейчас там, по моим данным, около 800 вот таких лыжаэкологов. Они перекрыли дорогу. Завтра утром исполнилось уже 72 часа. Вчера азербайджанская сторона перекрыла также газ, который поступает из Армении уже через их территорию в Арцах. Вот это все как преступление против человечества назвать. Сейчас я затрудняюсь со стороны Азербайджана, потому что в Арцахе сегодня оказались в блокаде 120 тысяч наших соотечественников, которые остались уже сутки без тепла. На исходе топлива, естественно, вся нагрузка сейчас ложится на электростанции, которые, как вы понимаете, долго вот этого напряжения не выдержат. А погода там нулевая. Благо сейчас вот пару дней чуть-чуть выше нуля, но через несколько дней ожидается резкое похолодание. Да, ну я прежде никогда даже не догадывался, что экология это такая очень популярная дисциплина в Азербайджане, но тем не менее, чем мотивируют эти самые лжеэкологи, что они хотят, что они требуют? Официально их версия, они хотят проникнуть на рудник Кашен, так называемый, и вот каким-то соусом посмотреть, что там происходит, не нарушаются ли какие-то экологические нормы и т.д. Ну это, как вы понимаете, абсолютнейшая мура. Здесь Азербайджан преследует несколько целей, и надо признать, что это им удается. Это цель номер один, то есть надавить на Ереван, на этот сегодняшний беззубый Ереван, вот я про правительство сейчас говорю, чтобы оно было более сговорчиво на подписание вот этого мирного договора, от которого Пашнян всячески пытается уйти, как от вашингтонского варианта, так и от российского, да? Это тоже надо отметить. Второй вариант, они же, то есть вторая цель, они пытаются получить так называемый, как они выражаются, коридор Зангизура. Вот, тоже тут вопросы есть, тоже Никол, смотрите, Никол Пашнян, он дал какие-то обещания и в Брюсселе, и в Праге, и в Москве, и в Сочи, просто чтобы что-то от себя тут как-то вот сбросить, да, вот эту ответственность. И сейчас он попал сам в свои сети, которые он расставил. Он заложником сейчас оказался, вот. И, естественно, скомпрометировать русских миротворцев, всячески показывая, что они тут никакой роли не играют. И это территория Азербайджана, я сейчас говорю, как азербайджанское руководство это представляет. Вот, и что они тут могут отсюда выходить. Я тут должен отметить, что российский миротворческий контингент находится на линии соприкосновения сейчас, то есть в Латчинском коридоре, по устному согласию армянской только стороны. Азербайджан никакого согласия не давал. Вот, и надо сказать, вот на сегодняшний день Азербайджану вот это все удается, потому что я должен сейчас экскурс сделать на, то есть тот трехсторонний документ, который был подписан 9 ноября 2020 года, Азербайджан, Россия, Армения, где, помимо всего прочего, обозначено, что миротворческий континент обязан обеспечивать беспрепятственную работу Латчинского коридора. Вот, я повторюсь, сейчас уже третий сутки уже наши соотечественники заблокированы в Арцахе. И на этом фоне абсолютно бездействие властей Армении абсолютнейшее. То есть то, что Николай Пашнян все время показывал всяческие своими действиями, с заявлениями, что я умыл руки, это уже все оказалось на самом деле именно так. И сейчас руководство Карабаха что-то пытается сделать, конечно, но, как вы понимаете, их маневры достаточно ограничены. И тут очень большая роль сейчас ложится на плечи Москвы. Вот они, то есть как минимум, должны выполнить свои обязательства по этому договору, а так как другого никакого легитимного документа до сих пор не существует. То есть вот вы, как человек, как политик, скажите, российский миротворческий контингент все-таки эффективен в данный момент или нет? Неэффективным его назвать нельзя. Если бы, давайте так, я не хочу максимализировать ничего, но тем не менее, я должен отметить, что без российского контингента сейчас там, я уверен, что уже не осталось бы ни одного армянина в Карабахе. Ну да, учитывая, как Пусинян относится к арцарцам. С другой стороны, я прекрасно понимаю, что вопрос Карабаха, вопрос Армении у России стоит, ну, у нас в 16-17 месте. Но это никак не решает наши проблемы. То есть мы, ладно, давайте я перефразирую вопрос. Хочет ли Россия уйти из Южного Кавказа? Если да, она, я должен ответить на правильном пути. То есть все правильно делается. Но если нет, и для, то есть если она хочет, и я ничего, никаких предпосылков не вижу. Если нет, она должна как-то, какие-то шаги сделать. То есть, тут чисто исходя из своих политических, национальных интересов. Я в одно и в то же время понимаю, что Россия не хочет идти на прямую эскалацию с Азербайджаном, исходя из 1, 2, 3, 4 таких этих. Но она может очень спокойно сделать асимметричные шаги. То, что очень эффективно, лучше меня, наверное, знаете, что Азербайджан понимает только язык силы и язык саншантажа. По-другому никак. То есть если показывать слабость, она как шакал набрасывается и дальше. Что можно сделать сейчас в Азербайджане? Ну, во-первых, банально, очень перекрыть поставки каких-то сельхозпродукций из-за изображенного масла. Ну, это не здесь. Что можно сделать здесь? Я вчера, у меня был повод, то есть я об этом говорил, существует Степанакерский аэропорт, который очень болезненно азербайджанцы воспринимают, как только там он что-то начинает эксплуатироваться. Сейчас он эксплуатируется со стороны миротворческого контингента. Что мешает в рамках своих обязательств от того же документа от 9 ноября 2020 года? Российская сторона объявляет сегодня, вчера, завтра, что она будет эксплуатировать аэропорт и ставит регулярные рейсы Ереван-Степанакерд. Плететь 40 минут, самолеты есть, стоят. Одновременно объявляя бесполетную зону околоземного этого всего пространства, я вам гарантирую, через полчаса ни одного вот этого лжеэколога не останется в этом коридоре. Параллельно она может еще поднять вопрос об увеличении миротворческого контингента, так как 1980 человек явно недостаточны для решения этих вопросов. Вот сейчас по тысячу азербайджанских вот этих товарищей туда собралось. Недостаточно будет этого количества. А еще третий шаг, поднять вопрос о продлении мандата. То есть это уже ясно, как божий день, российские миротворческие силы должны там стоять до неопределенного времени, пока не разрешится этот вопрос. Альбертыч, вам не напомнил этот сюжет «Операция кольцо»? Честно говоря... Правда, там все было без экологов. Но ведь тогда тоже был Арцах окружен. Арцах окружен, да. Но тогда, если помните, «Операция кольцо» был окружен со стороны внутренними войсками тогда еще существовавшего СССР. И под стволами автомата вот этих внутренних войск азербайджанские вот эти боевики, они захватили большую часть Карабаха. Ну, потом уже вы знаете, как все поменялось. Ну, если честно, я бы параллель не провел с этим. Не знаю, ну, нет, если честно. Но все-таки Арцах в данный момент в кольце. Арцах в кольце, да. Но Арцах в кольце Азербайджана сегодня. Ну, помимо всего вот этого тоненького коридора Лачинского, где стоят вот эти тысячи российских солдат, которые являются гарантами безопасности того же Арцаха. Что говорят в парламенте Армении последние дни, сегодня, вчера? Очень интересно, что говорят. Парламент Армении, вы знаете, вот до моего ухода, то есть сразу, да, вот с моего ухода из парламента, но моего, я имею в виду, нашей партии, вот, оппозиционный блок Армения инициировал законопроект по поводу совместного заявления относительно Арцаха. Так вот, правящая партия, числом 71, это подавляющее большинство, она категорически была против таких формулировок, как республика Арцах, право на самоопределение, право реализации этого самоопределения. То есть, они, тут уже не может быть никаких сомнений, они ведут четко турецко-азербайджанскую гнут, вот эту линию. Какая у них мотивация, я затрудняюсь ответить, может она всякая быть, от а до я, но это уже не важно. Важно то, что они гнут вот эту линию. И сегодня также была в парламенте инициация по поводу вот этого, неочередная сессия по поводу ситуации в Латчинском коридоре. И опять оппозиционное заявление не прошло. И какое-то вот тоже беззубое заявление приняли. Они тоже исключают республику Арцах, вообще Арцах. То есть, армяне, проживающие на территории какого-то там, какой-то территории, вот. И там нету права на самоопределение, вообще ничего подобного. Что должно делать сегодня? Парламент и цире правительства, да? Оно должно биться во все двери посольств, международных организаций, инициировать встречи с, во-первых, с сопредседателями минской группы ОВСЕ. Независимо от того, этот институт парализован или нет. Он должен быть в три формата, двухформатных встречах. То есть, отдельно с российскими представителями, отдельно с Францией, отдельно с США. Параллельно должны прямо вчера уже проводить консультации и советоваться с френдли нашей страной и странами. Это Греция, Кипр, Иран. С поднятием вопроса, вот, формула отделения во имя спасения. Это речь идет о признании Карабаха. Это должно сейчас выйти на первый план. У нас больше нет... Ну, хорошо, ваши... Вот вы это понимаете. Вот ваши коллеги в парламенте, они этого не понимают? Вы коллеги про кого? Про моих коллег бывших оппозиционерных? Да, я имею в виду тех, кто сейчас, в данный момент, заседает в парламенте Армении. Ну, сейчас заседает в парламенте три фракции. То есть фракция правящая. Да, вот они это все понимают или нет? Вот то, что вы говорите. Правящая партия. Да мне все равно, хоть правящая, хоть оппозиция. Мне кажется, для одних и для других один должен быть интерес. Это спасение страны, спасение Арцаха. Ну, вот я о чем. Правящая партия сегодня занимает подавляющую борщинскую. Парламент Армении состоит из 131 депутата. 71 депутат – это вот этот гражданский договор. То есть там нет индивидуальности, там нет своих каких-то мыслей или чего-то. Есть одновекторная позиция, что скажет Никол Хачнян. После того, что он скажет, вот эти 71 человек работают в этом направлении. И 71 человек говорят, что надо открывать. А вот Россия сейчас взяла на себя ответственность. Вот пока, что вы от нас хотите. Пускай Россия этой проблемой занимается. Вот что они сегодня говорят. И абсолютно бездействие. То есть саботаж. Действие бездействие. Я иной раз ума не приложу. Как этот человек вообще умудрился взять власть в Армении, учитывая, каким он был. Такой бойкий хлопец, который взял, собрал людей с рюкзаком из Гюмри до Еревана. А теперь это вообще какой-то политический импотент. Что вообще происходит? Если у нас есть время, я чуть-чуть тоже, ну, свое видение расскажу, как это все вообще получилось. 18-й год. Тогда народ был чуть-чуть, ну, как бы вам сказать, 30 лет... Озлоблен на власть. Озлоблен. Тут объективно или нет, тоже оставим это в стороне. Но когда он пришел в 18-м году к власти, более 50 человек вообще не голосовало, не пошли на голосование. То есть остальные 50% распределились. Соответственно, вот в 18-м году около 80% он собрал. Потом все остальное распределилось между остальными участниками. Но тут самое интересное, как он мог после войны 20-го года опять выиграть. Почему? Опять 50% плюс не пошли на выборы. И тут уже пошла конкретная рубка. То есть там они использовали, конечно, весь ресурс административный. Там все, что они могли сделать, набрали 50 плюс процентов, а оппозиционные два блока совместно набрали около 30%. И поэтому он сейчас набрал большинство в парламенте. Но я уверяю вас, если сейчас инициируются выборы, тут вопрос в следующем. Будет ли кандидат, которого ждет основная масса народа, а он ждет принца на белом коне, Иисуса, героя, не знаю, кого он ждет, он отметает без каких-либо объяснений причин. Всех бывших, которые были у власти, ну это в основном это два президента, второй и третий, и ждет, я повторюсь, героя. Вот как только появляется вот этот герой завтра утром, у Никола 3% ровно. Как и было. Как и было. То есть Никол стоит сейчас у власти, потому что нету его антипода. Вот на самом деле все очень просто. Вагай Альбертович, что делать-то будем? Что делать? Какие перспективы есть? Нам надо констализироваться всем армянам, оставить в стороне свои амбиции, кто кого не любит, кто кого-то когда-то обидел, что нашей нации очень присуще. Помнить обиду. Вот это все надо закатать в одну большую многолитровую банку и поставить туда-то на полку. Да. Потом, если надо будет, придут лучшие вина. Открывайте банку и начинайте разбираться дальше. Но сейчас нам надо определяться с политической площадкой. Это раз. Во-вторых, с консолидацией на этой площадке. Или общественная площадка. Выводить какого-то нашего соотечественника на первый план. Как капитана команды. Не как лидера нации. Как просто капитан команды. Собрать вот эту группу. Я вам гарантирую, при инициации новых выборов, вот в таком контексте за 70% уже голосов будет уже в составе у вот этого адекватного большинства технократов. Ну, таких назад. Тут вопрос, как убирать Никола. Вы думаете, вот этот вопрос, если решить, как убрать Никола, все остальные вопросы... Автоматически решаются, конечно. Тут, конечно, вопрос стоит следующим. И никто вот из этих, ну, образных героев, я не знаю, я просто сейчас говорю, ну, как, повторюсь, образный человек, который, а, хочет взять вот это все в свои руки, у него вопрос, что делать с мирным договором? То есть прийти подписать вместо Никола не получится. Никол это все прекрасно знает. Как только он поставит свою подпись на этом документе, ему три секунды останется ровно быть у власти. Ровно три секунды. Он это прекрасно понимает, поэтому всячески отодвигает этот процесс. И, повторюсь, неважно, это вашингтонский или московский вариант. И у меня вот как раз-таки по варианту последний вопрос. Лично вы какой бы вариант выбрали? Смотрите, оба варианта плохие. То есть мы должны выбрать между плохим и очень плохим. То есть вашингтонский вариант это ясно. Типа Арцах отходит к Азербайджану и все. То есть там никакого статуса нет. Но я думаю, вот после этих последних событий они тоже понимают прекрасно, что это утопическая идея, такого не может быть. Но вот так как у них идея фикс, и они очень хорошо понимают, что этим шагом они могут убрать Россию из региона, они уже не видят, что и не дают себя отчета вообще, что какие последствия это могут, к каким последствиям это может привести. Что касается московского варианта, тут тоже не все ровно, потому что разница существенная в одной детали, что вопрос статуса Карабаха откладывается на неопределенное время, и тире, возможно, это будут решать наши поколения. Но с этим не согласен Азербайджан. И он очень хорошо Ну правильно, Ильхам Алиев не хочет дать проблему своему сыну, Гейдару Алиеву младшему. Не, мало того, он сейчас на хайпе, он слабил этот хайп, он почувствовал кровь, и он идет как гончая за этим. Ну, возможно, это приведет к какие-то почреватым последствиям, потому что, я уверен, он потерял реальность, витает где-то в облаках. Вот. Но второй вариант для нас тоже неприемлем, как бы. Но тут, почему я говорю неприемлем, потому что у нас есть все-таки вариант не подписать ничего. если мы там и Россия, и Запад, и все говорят, что вы должны сделать демаркацию и признать границы друг друга, все опять упирается в Карабах. То есть, если решается вопрос со статусом Карабаха, этот вопрос как-то решается, зачем мирный договор? Окей, делайте демаркацию, говорите вот с этой линии Армения оттуда на той стороне Азербайджан. Все. Зачем мирный договор? Да. Спасибо, Валерий Альбертович, за сегодняшнюю встречу, за то, что прояснили ситуацию. Будем надеяться, что вот буквально в ближайшие дни разрешится этот вопрос. Конечно, у многих из нас есть там друзья, близкие, родственники и для каждого из нас это все не безразлично. Спасибо еще раз и до новых встреч. До новых встреч нашим зрителям. Благодарю.